доброго времени суток сегодня мы собираемся быстренько посмотреть пограничный кордон хабнами в общем тут висит замок но не закрыт и вроде как частный дом эту территорию на нас считает своей но не за пойдем посмотрим внутрь вот и залаз задней стороны тут немножко полина жилой дом вот и вот таким макаром мы сюда сейчас заберемся сзади вы видите гаражи и здание котельной там очень подозрительно прикрыто щитом можно будет тоже глянуть сейчас пойдем внутрь посмотрим коды 2 этаж сначала обойдем 1 полы все скрытость вообще походу здание ободрана пищеблок вон мясо рубили на этом пне и села на пожар был что-то подожгли где-то должен быть холодильник значит тоже здесь не стал пожар вот это наверно уже для следующего пожара подготовлена все заколочено на мертв полы вскрыты это наверно отопление с крыльев протекает все капает ну здесь усадки линолеума даже есть что-то здесь горел вообще весь первый этаж везде копоть так это передний вход куча гиперка это уже местная скинули строительный мусор пойдем сразу на второй этаж я на второй заглянем под лестницу пусто здесь уже посветлее полы на месте но прогнили мне кажется вот это вот большой зал который на первом этаже был так ну тут туалет там наверно пушевые или нет тоже тоже пытались вот это все дело поджечь и даже оно сколько-то погорело но потом видимо потухло местные пироманьяки наверно вот это большой зал который на первом этаже это наверное скорее всего было казарма ну то есть там наверно кровати были для лояк вот это наверное вторая ну спальня в общем не казарма это все одна большая казарма спальнями как раз зачем-то здесь выбили вот этот щит с окна задняя сторона с которой мы вошли фальш стенка была что от нее осталось причем она уже из гипре ко мне кажется это уже в новое время уже после развала может быть что-то было так здесь тоже будет пожар рано или поздно здесь фальш стенка осталось ну как ее просто не до конца разрушили но вот это профиль это явно мне кажется не советский и саморезы вот эти вот деревянные это уже новодел значит после развала это здание значит как-то использовали сделали здесь такой более-менее ремонт потому что полы то остались советские здесь опять же вот этот профиль гиперочный ну если так капает сильно так комнатка а еще и третий этаж есть где-то чердак непонятно смотрят дверь дверь verification сценариен фальшера второе Какой-то холом один. Торцевая комната. 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 переход на эту вторую сторону они это идет просто почему-то это отделено в принципе тут более-менее сухо потолки вон видны какие-то разводы но не текут блин если был бы бомжом явно здесь лежанку бы устроил реально тихое место так что если есть среди моих подписчиков какие-то хобов как они по-английски называются бродяги вот вам место такое на заметку вот в общем не будем во вторую сторону лезть я думаю здесь закончим это табак или мне кажется очень похоже на табак ну да сигарета уже сгнила бумага прямо не прямо не понятно еще с тех времен лежат папироски вот я думаю с этим зданием закончена пойдем еще посмотрим снаружи что есть и тут в общем то снимать особо нечего больше уйдешь снаружи тогда вот так вот это здание еще раз вам покажу как выглядит снаружи и пойдем посмотрим что за этим щитом я уже отправил туда александра на разведку пришло время и мне лезть там все вместе военная кстати матовская камуфляжная сетка ну да отработка прогрев двигателя в гараже запрещен водитель сев за руль получил боевой приказ но понятно там что-то тоже жизни колеса колеса обычная яма уже начинает рушиться трактор колесо похоже и столько пауки живут и сырость там даже кстати гнезда он есть ласточки самому ботыльков не значит эти условия мне не очень подходят прикольно что ворота открыть можно дернуть за рычаг но там уже все зажавило конечно такая вот яма на два грузовика точнее яма на один грузовик и просто два места еще есть вот я думаю наверное будем на этом закругляться спасибо что посмотрели видео подписываемся на канал на инстаграм канала и буду пытаться стараться радовать вас новым видео до новых встреч